Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Алексей Крылов. Я нахожусь в Таиланде, остров Пхукет. У нас уже начинается добрый вечер. Сегодня у нас непростой вечер. Сегодня у нас последний вечер на Пхукете. Вообще в Таиланде. Завтра рано утром мы улетаем. Наверное, мы не будем на машине ездить. Пойдем пешком. Давай пешком, Даш, пойдем. Какие выводы хочется сделать? Или давайте, все-таки, знаете, мы подъедем на машине к пляжу. Что-то не хочется пешком идти. Уже, знаете, начал превращаться в тайцев. Сказали тайцы. Они говорят, если им надо пару метров пройти в магазин, они сядут на мопед и поедут на мопеде. Они пешком не ходят. Короче, не принято здесь пешком ходить. И я поначалу ходил. Ходил много пешком. А сейчас, вот видите, как только появляется мопед либо машина, думаешь, а ну-ка я проедусь. Я уже в каких-то местах езжу без навигатора. Ну, остров я так и не изучил весь. Немногие места. Ну, короче, наверное, больше мест я не посетил, чем посетил, вот так скажем. Так, давайте закрываем двери и поехали. Да, небо начинает немножко затягивать. Такое ощущение, как будто пойдет дождь. Но тут так, погода очень быстро меняется. Затянуло, потом растянуло. Я прохожу и знаете, что я видел? Огурцы растут, представляете? Я вообще обратил внимание на вот это. Вот мне показалось, это кожа змеи. А потом смотрю, здесь огурцы. Видите, такие маленькие вон. Здесь вообще, знаете, вот выходишь и сразу птички бегают. Тут тебе и ботанический сад сразу. Можно прогуляться, посмотреть. Короче, соединение с природой идет. Идемте на пляж. Что хочу сказать? Вот я уже сказал, что здесь, получается, остров. Мы так, ну, короче, мы старались его по максимуму посмотреть. Но, короче, много мест я не увидел. И вот даже по поводу нашего пляжа я могу сказать. Вот вначале приехал, вроде бы прошелся, посмотрел. Но ты тут живешь и уже, короче, его настолько уже начинаешь изучать. Ты знаешь, в одной части пляжа лежаки. Если хочешь поспокойнее, нужно идти в другую часть пляжа. Начинаешь пробовать еду в разных кафешках. Ты уже знаешь, где вкусно готовят, где не очень. Короче, много всяких нюансов. Начинаешь изучать по ходу дела. Здесь кафешки попроще, а есть кафешки покрасивее. То есть с красивыми диванчиками, с красивыми видами. Ну, в принципе, здесь тоже вид, но там вот вообще суперский вид. И кафешки такие уже, скажем так, поприличнее, покрасивее. Люди вот берут себе вино, пиво и вот так вот сидят у моря. Сейчас вот закат. Единственное, видите, облачка чуть-чуть на небе есть, поэтому не видно солнца. Так, мы пришли в кафешечку. Тут, кстати, вот на закате она прям полная-полная набивается людьми. Может, положите столик? Наверное. Давай, может, сюда сядем с красивым видом. Сейчас уберут наш столик. Меню здесь есть на разных языках. Спасибо. Так, сразу квас, пельмени, борщ. Мам, дай, дай, дай. Мам, дай, дай. Я увидела тебя. Сейчас мы выберем, что себе взять. Ну что, мы заказали еду. Я, короче, съем папайо-салат. Ну, мне он понравился, классный. С перчиком очень просто. И... Патайо. С курицей. Скажем, по классике решил пройтись. Ну, мне реально оно тут очень нравится. Диана заказала себе супик напоследок. Романтический, ну, реально там супы, супы классные. И рис в ананасе. Принесли мой кокосик. Короче, прям кокосы очень классные. Но главное пить холодным. Вот, холодный и очень вкусный. Даша полетит из Таиланда с косичками, да? Она хочет прийти в школу и показать всем, какие у нее классные косички из Таиланда, да? А у Дианы косички сразу же развалились. Хочет сделать косички. Ну да. Да, потому мы на косичке. Ване тоже. Ване сделали косичку из Таиланда, да? Косички. У нее было несколько, это одна осталась. Это Даша мне сделала. Даша тебе сделали, мама. Это да. Итак, мне принести мой любимый мой подтай. Обычно всегда приносят первым подтай, а потом папайя-салат. Я не знаю почему. Вроде бы казалось, салат быстрее готовится. Так, это у нас орешки сверху посыпем. И поймем каким-то еще острым соусом. Диане принесли еще вот такой вот рис в ананасе. Суп. Томк ха, да? Да, надо остывать. А я себе уже наперчил. Заказали деликатес для Даши. Макароны. Еще принесли сыр. Ну что, мы поели. Макароны Дашу очень понравились. Аня потом пришла на подмогу тоже. Доела макароны. Как тебе этот рис с морепродуктами? Вкусно? Ну, дети едят у нас не только макароны. Они съели суп, ели еще рис. Вот. Ну, до этого они еще ели в номере. Короче, они постоянно что-то едят. Мы пришли на прощальный фуд-массаж. Сейчас профессиональный массажист приведет ноги в порядок. Хотя, на самом деле, мне кажется, массажные салоны, я уже говорил, тут в джунгли зайди. В лес. Я не знаю, не джунгли, как тут лес правильно называется. Короче, будут стоять 7-11 и массажный салон, скорее всего. Но я думаю, 100% в аэропорту тоже там делают массажи. Как ты думаешь, делают массажи? Да, делают массажи. А, делают? Да. Значит, в аэропорту можно сделать прощальный массаж. Мне прям очень хорошо делают фуд-массаж. Но я, короче, они сделают, я потом расскажу. Ну, что, мы сделали массажи. Короче, я уже сказал, чем крупнее массажистка, тем чувствительнее массаж. Вот, прям она так с душой, вот так вот, с таким, как сказать, упорством. То есть, она так надавливает каждую, не знаю, каждую клеточку продавливает. Вы заметили, когда Даши делали косички, и сейчас, короче, с немцев берут больше денег. С нас взяли по 300, а с немцев по 400 за то же самое. А делали косички, с Дашей сколько взяли? 1600, да? 1600. А с немцев там делали параллельно 2000, да? Да, 2000. Причем, не, они пришли, спросили, сколько будет стоить, сколько куда-то. А нам даже там, как реклама, все хотели такие, и взяли 2000. Так, следующая остановочка у нас, мы сейчас зайдем в большой супермаркет Big S. А я его называл Big C. И мне зрители пишут, Алексей, да какое это Big C? Это же Big S. Вот, видите? А? А, Big C? А, Big C, видите? Опять вот. Поэтому мне вот зрители написали, и я как бы исправился. Big C. Мы сейчас быстренько выберем дорогу в еду. Еще, может, купим какие-то вкусняшки. О, сушеный дуриан. Можно, кстати, пробовать. Так, это у нас конфеты из манго. Короче, знаете, вот так вот шесть штук взял. И это потом друзьям можно дарить. У нас просто, знаете, большая проблема. У нас, короче, сумки. Не влезет все в сумки. Я и так немножко купил всего, и уже все. Прям забиты полностью стали. Надо отдельную сумку брать еще. Вот есть прикольные миксы конфет. Смотрите, здесь уже и кокосовые, и из дуриана. А, или это все вместе. А вот, наверное, микс. Они здесь разных цветов. Из мангустина. Вот это вот прикольный наборчик. Такое можно брать. Короче, здесь только необычные конфеты. Они с красным перцем. Острые, не острые. Я просто говорю, что сюда приезжаешь, и прям такие, ну, столько всего нового. Я уже показывал, мы были в этом магазине, я показывал розовые яйца. Где вы видели розовые яйца вообще? Причем они внутри выглядят. Смотрите как. Как жиле какое-то. Ну, не знаю, вот такие конфеты возьмем. Всякие миксы. Разные здесь дуриан. Мангу, еще там что-то. Вот, плюс вот такие вот необычные конфеты. Вот такие вот необычные. Это чисто с дурианом. Вот. Ну, такое что-то прикольное наберем. Что удивляет, смотрите, иду и думаю, ага, кофе что ли? Пишет капучино. Оказывается, это мусорные пакеты с ароматом капучино. Берем. Где вы такие пакеты еще возьмете? Ты видела такие, нет? Я просто думаю, кофе, а потом думаю, а что это в этом отделе делает? 55 бат такие стоят. Пакеты со вкусом капучино. Давай. Вот что привезти из Таиланда? Я взял три пакета таких. Мусорные пакеты со вкусом капучино. Вообще класс. Наша задача набрать вот всего, что нам особо и не нужно. Главное, чтобы оно в сумку не влазило. Чтобы мы потом думали, как же нам это все везти. Это как бы стандартный. Сейчас я вообще покажу, что мы из Таиланда везем. Там уже у нас столько всего накопилось. Я с собой взял массажистку. Ладно, шучу, не брал. Говорю, что в этот раз нам мало не будет. Ну что, мы все купили. Все у нас вышло на 1250 бат. Нороженое вкусное? Все, идем в нашу машину. И будем уже домой ехать, собирать чемоданы. Я только что сходил на ресепшн, заказал трансфер в аэропорт. Трансфер, смотрите, стоит здесь 1000 бат. Маленькая машинка, ну то есть обычная. Легковая. А если большой такой мини-бус, полторы тысячи бат. Вот. Поэтому такие тут цены на трансфер. Мне зрители писали по поводу трансфера, спрашивали. Короче, его можно заказать здесь на каждом шагу. Все закрываю. На ресепшн. Плюс там, кто продает экскурсии. Там можно заказывать. Ну что, у нас дети заснули. И начинаются сборы. Сейчас у нас 22.02. Надо все перебрать, все пересмотреть, все сложить. А у нас все не влезет, кстати. Это из Паттайи, да. Я с собой взял массажистку. Тайский флюгин мега хайн. А вот это самое бесполезное, которое я делал с тобой. А, я взял еще с собой кучу кроссовок, которые ни разу не одел. Сколько их штук там? Три пары обуви, которые ни разу не одел. Три пары обуви, которые ни разу не одел в Таиланде. Короче, ты набрал больше всего лишнего. Я наоборот тут повыбрасывала. Давай, что там у нас еще есть? Все? А, и куча сувениров. Сейчас я покажу, что мы там набрали на сувениры. Итак, сувениры из Таиланда, которые мы везем. Итак, массажер. Потом набрали огромное количество конфет в магазине разных. Вот такие с дурианчиком набрали. Мусорные пакеты со вкусом кофе, кстати. Так пахнут круто вообще. Вот конфеты. Конфеты. Потом мы взяли еще литр кокосового масла для готовки. Говорят, очень полезные. Так. Конфеты. Опять же конфеты. Это я показывал в магазине. Потом моя бананка, сделанная под крокодила. Очень классная. Потом шарики у нас откуда-то тут. Это в дорогу. Детей развлекать. Потом. Что мы еще взяли? Чаи. Это мы в Паттайе брали. Какие-то корни за 100 бат. Это вообще непонятно, что такое. Вот такой чай взяли еще. Очень классный. С жасмином. Потом из Паттайи я взял полкилограмма молотого перца. Вот он. Пусть будет на всякий случай. Короче, когда его не покупаешь, потом жалеешь. Дальше. Разные чаи. Чаи. Зубная паста. Упаковка огромная. Сколько тут штук? 12 штук. Тайская. Это настолько она, скажем так, вот ядреная. Настолько она очищает зубы. Это просто. И 20 масок для лица. Стоит просто пить. Ну, знаете, просто набрал и все. А, это витамины гинкобилоба для мозга. Чтобы быть умнее, говорят, надо пропить курс. В принципе, вот и все, что мы берем в Таиланде. Ну, самое главное, что у нас остались хорошие впечатления. Или как это объяснить? Положительные эмоции после пребывания в этой стране. Потом у нас еще вдруг, откуда ни возьмись, появились вот такие вот собачки. Ее можно вот так вот мять, растягивать. Вот такая вот собачка. В дорогу. Успокоительная. Вот так вот ее заворачивать. Вот. Потом вещь еще, которая нам один раз пригодилась, это рюкзак. Я взял на всякий случай. Ну, в принципе, у нас, знаешь, мы его можем в багаж положить. Вот этого напихать. Все. И все. Чтобы в сумки не влезет. И сдадим ему в багаж. Не надо сумку покупать. Положить массажистку. Ну да, вот массажистку туда положить. И вот это вот все, ну, все самое ценное и необходимое, что мы отсюда везем. Мы все разложили, короче. У нас есть время до 5.30 утра это все упаковать. Потому что столько мелочей. А ты прям все-все вещи сюда, да, уже выставила? Да. Угу. Там уже сложены. А это надо просто посортировать. Можно просто так все скинуть? Ну, оно тогда может не поместиться. Ну, потому сейчас буду сортировать. Ну что, у нас уже час-двенадцать ночи. В принципе, мы практически все собрали. Подъем у нас, наверное, будет где-то в 4 часа утра. В 4.30. Надо еще дособирать. Не знаю, там зубные пасты будут. Сложить сумки. И все. И будем уже уезжать. Наше путешествие уже заканчивается. Ну, это, знаете, было очень такое интересное путешествие. Мне кажется, я в ближайшее время вернусь в Таиланд. Не знаю, почему-то мне так кажется. Я прям серьезно рассмотрел эту страну для переезда. Вот. Хотя первые впечатления, вот даже там по комментариям, почитают, что говорят, нет, не вздумайте. Хотя вот многие сюда переезжают, находят очень хорошую работу. Потому что место реально популярное у всего мира. И, ну, короче, здесь очень интересно. Но надо прям хорошо разобраться. Вот. Как вам сказать? Отсеять. Потому что много чего есть для туристов. А есть еще много для, скажем так, тех, кто приезжает на ПМЖ. Вот так вот. Потому что то, что для туристов, оно, в принципе, когда ты сюда приезжаешь, оно тебе уже и не нужно будет. Вот такие вот дела. Ладно. Короче, буду заканчивать видео. Я думаю, еще какие-то итоги подведу. У нас будет очень такой долгий, интересный перелет. Я вам всем желаю счастья, крепкого здоровья, самое главное мира. Огромное спасибо, что смотрели эту поездку. Ну, в принципе, она еще не заканчивается. Может так случится, что мы и не улетим отсюда. Вот. Спасибо, что смотрите. И подписывайтесь на канал, если не подписаны. Всем пока. Рассрочка на покупку квартиры в новостройке 0%. Низкая налоговая ставка. Тропический климат и потрясающая природа. Инвестируйте в недвижимость Таиланда с Royal Property. Royal Property. Таиланда с Royal Property.